что темно то стало о чуть темно то так стало темно стало резко представляете только что светло было мы только что уходили бродили значит что хочется сказать хочу сказать первое в первых блин у меня темно 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 я не знаю что сейчас происходит на самом деле что сейчас вот происходит может быть сейчас вы придете побольше людей я сейчас скажу сейчас мы сейчас все вместе я хочу с вами одуреть одуреть то есть сейчас произошло три вещи вот за буквально эти три две минуты три минуты произошло три вещи которые они так ты в свете вакуумцы жене к сани да нет сани не расстаемся мы с вами мы не расстаемся ни с кем это хайп о нормально мы сани не расстаемся просто саша как любая женщина она хочет видеть собой рядом мужчина не потерявшегося не запутавшегося уверенного в завтрашнем дне я и в этом понимаю вот и все как вам такой спич от меня нормально значит смотрите первое хочу вам сказать спасибо потому что сейчас зашел в директ и увидел огромное количество сообщений с поддержкой вообще со словами и с контактами хороших психологов ну как как вы пишете об этом я почитаю еще приду значит значит второе рассказываю какой сон ёлки-палки значит второе мне сейчас позвонили из сочи позвонила наша подруга вот как раз эфир перебивался она позвонила мне говорит жень ты же занимаешься домами я говорю да занимаюсь вот там проект есть он говорит и она говорит я очень сижу с человеком у него много земли в сочи то есть он тоже занимается строительством ты не хочешь с ним поработать то есть какие у тебя проекты что у тебя за проект у меня сумасшедший проект но он требует больших инвестиций мы сейчас обменялись номерами и вечером мы сегодня с этим человеком будем разговаривать созваниваться потому что мне спросили когда смогу прилететь сочи для того что все это детально обсудить но сейчас мы пообсудим по телефону а вот значит что еще еще момент еще момент все завис с эфир опять нет не завис еще момент мы с лизой кутузова не общались наверно год вот и пока еще сидел в эфире она мне написала сообщение и это тоже важно и я это тоже увидел с этим и год друг другу ничего не писали мы там с ней но не поругались но друг друга не поняли в какой ситуации в одной и она мне сейчас написала сообщение со словами поддержки получается что получается что все будет нормально на вот получается что все значит будет нормально получается что вселенная слышит меня а может быть просто наверху решили что ну ладно чушь блин сейчас доведем пацана давай но не совсем отпустим яйца но слегка слегка расслабим руку но это пока вы знаете мне всегда все пишут о том что пишу что насчет что насчет мить и почему не плачь элементруй ты заплатить попасть напишите пусть она те номер карты скинет и заплати мне всегда все горит же никогда не рассказывай о том что 100 происходит а я вам буду рассказывать а я вот буду да я не боюсь я неглазливый я вот не боюсь что мне кто-то сглазил то мне тоже писали может быть кто-то сглазил или как порча вот я нет я в этом не верю и но то что у меня внутренняя какая-то стоит блокировка на какие-то определенные действия а вот это сто процентов не знаю знак вселенной не знак но вы понимаете я сижу в эфире человек не видел мой эфир он мне просто звонит в конце эфира где оставалась минуту до конца я перезванивая и сбросил перезвали джин вот такая такая ситуация вот вспомнила что ты строительством занимаешься вот я в лазаревской мы виделись с ними это жена моего хорошего нашего друга но это наши друзья там а вот сашей я вспомнил как раз сижу чекам ему рассказывать давай мы с ним созвонимся 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 боже мой в общем ну не знаю посмотрим женщин после родов муж отходит на второй план ребят ну да на второй он становится садится вообще в на маршрутку уезжает теща приезжают домодедово мне до домодедово 62 километра приезжает она поздно же не что у магдака жду мужа из дома дедово же нет уж к жене ну ты еще ну вот вроде полегче стало немножко конечно это такие знаете так расскажи следишь за ситуацией в беларуси как относишься сын же твой ты отец ну ты так переживаешь как будто он твой сын ты просто я своим сообщением его как он был наполнен переживаниями слезами там поэтому я тебе говорю ты оплати тогда ты заплати раз ты так переживаешь не глазливая дочь не показываешь но вами не хочу показывать но не всем а вот вот всем вот этим набежавшим вами точно не хочу показывать ничего и рассказываю все свои мысли рассказываю всем моим бабонькам который со мной весь этот месяц сидели они тогда когда там в этом в течение там недели по прибегали чтобы писать мне гадости не все не все но большинство стройка это тяжело стройка Это прекрасно, это потрясающе. Стройка – это помощь людям. Когда ты даришь людям что-то приятное, что-то хорошее за адекватные деньги, а не за то, как у нас строят сегодня в стране. В три конца зарабатывают. Кирпич, рубль, за четыре продают. У меня все чуть-чуть по-другому. Правильно, что-то сумбур. Если так откровенно, почему про сына не проясняешь спокойно ситуацию? Потому что я не считаю нужным с вами разговаривать о своих детях. Я у вас спрашиваю, как у вас дети. Ты клоун, смотреть уже противно, лечись. Давай иди отсюда, клоуны. Ты посмотри, клоун, клоун. Но билет-то ты купила, денег-то ты заплатила на мое представление. Вот так вот. Деньги-то ты свои потратила. Да, ребенка я показывать не буду вам никогда в жизни. Никогда в жизни. Не, ну когда-нибудь покажу, наверное, когда придет время. Тот, кто умеет ждать, тот дождется. Значит, по поводу Мити я с вами разговаривать тоже не буду. Потому что это не ваше дело. Поэтому разбегайтесь, разбегайтесь. Все, вы можете разлетаться в разные стороны. Потому что я уверен, что 70% из вас, сидящих сейчас в эфире, пришли для того, чтобы узнать имя дочери и плачу ли алименты. Поэтому я вам ответил на вопрос. Если кто-то действительно так переживает, то заплатите вы. Сколько случаев, когда мы с первых лет брака унижаем мужа, недооцениваем, а дети вырастают и все понимают. Улыбнись. Бля, курица, угомонитесь. Так, нас много, мы тут такие давно как... Я знаю, да, ой, привет, Крис. Да, я всех вас знаю, я же читаю вас, я всех вас вижу. Строительство сейчас самое доходное, что может быть, и самое интересное. Ой, только никому не говорите. Никто не должен об этом знать. Сейчас все начнут строить. Хватит вам. Все правильно. Да. Все правильно. Посмотрим, господи, успокоились бы уже, как будто алименты не платят, больше всех надо. Женя, не хочешь к Сергею Пынзарю пойти построить? Нет, не хочу, я сам умею строить. Я за 4 месяца научился. Научился, как мне кажется. А чему не научился, тогда учусь. Хрен допишешься теперь с таким количеством. Нормально все. Женя, за тебя, я верю тебе. Хорошего больше все равно у тебя. Да, 100%. Хорошего у меня 90%. 10% это... Ладно. Видно, что вы хорошие, иду. Спасибо, Женя, улыбнись. Ну, рассказывай, какие еще новости? Блин, ну, новостей особо никаких нет. Я вот... Жень, ты бомба. Аккуратно, аккуратно от телефона подальше. Могу же взорваться в любой момент. Забрызгать. Харизмой своей. Я не знал, что имя дочери под секретом, прошу прощения. Ни в коем случае не извиняйте. Жень, твои бабоньки 300 человек, остальные залетные. Какой-то ты нервный. Серьезно? Серьезно быть такого? Полтора часа сейчас рассказывал об этом. Ну, вы, видимо, только жасли. Еще устроим. Ну, камень, дерево еще устроим. Но сегодня я делаю упор на строительство каркасных домов. Это из дерева. Времена там каменных домов, они потихоньку уже уходят в лето. Много причин. Первая причина – это дорого. Вторая причина – на сегодняшний день строители не так много хороших. Это некачественно, не всегда качественно. Третья причина – это долго. То есть, что сегодня любят люди? Что ценят люди? Время и деньги. Все. На первом месте время. Я каркасный дом могу построить вам через две недели, он у вас будет стоять на участке. Через две недели у вас будет стоять дом на участке. Камены строятся полгода, восемь, год-два, блядь, могут строить. Понимаете? Еще что-то еще. Вот и все. И, конечно же, это намного дешевле. В несколько раз дешевле, чем камены. Свой дом – это круто. Да, сегодня только новых у всех выходные. Не переживай. Саша, добрый. Да, спасибо. А почему у всех сегодня выходной? Жень, я подписал из тех времен, когда ты… Спасибо огромное. Жень, выдыхай, пора начинать улыбаться. В Сибири строите такие дома. В Сибири не строим такие дома, потому что я нахожусь в Москве. Я еще нигде не строил такие дома. Ну, то есть, никак нигде не строил. Я самостоятельно нигде это еще не делал. Но у меня есть команда людей, которые это сделают с удовольствием. Это всегда такой какой-то неадекватный, злой, грубый. Поражаюсь, как люди еще терпят такого нахала. Вы, мои дорогие, путаете честность, правдивость с выдуманным образом. Все сидящие, как говорится, стоящие на одной доске и плывущие по волнам. Кому-то что-то не нравится, но уходите. Много же, огромный выбор. Это знаете, как мне всегда говорили, я не могу Дом-2 смотреть. Блядь, да переключи 400 каналов кабельное телевидение. Смотри, что угодно. Ну, нет же, сука, лезет, смотрит Дом-2, понимаешь? Ну, вот это из той серии. Каркасный дом качественный, качественный дом. Вечность будет стоять у вас. Смешно таких комментариев. Мне Александра очень нравится, она как кавказская женщина. Надежная, сильная, мужественная. Никогда не сдавайся, иди к своей цели. И поверив в себя, ты добьешься всего. Ну и пусть... Нет, подождите, ребята. Я прошу прощения, здесь нужно это. Никогда не сдавайся. Иди к своей цели. И поверив в себя, ты добьешься всего. Ну и пусть. Что в хорошее, мало кто верит. Ты поверь, что всегда будет все хорошо. Нахал, нахал. Она очень интеллигентна, кстати, назвала меня уродом. Нахал. Хорошая же. Муж пока получает свой бизнес со стройки с падением и поднимает пять лет. Мы в Лондоне, у тебя получится. Спасибо огромное. Обожаю твои чувства. Спасибо огромное. Ребят, смотрите, я вам сейчас открою один секрет небольшой. Я работал в компании. Да, я уже там не работаю. Вот вы мне очень многие писали о том, что... Женя, что у тебя с работы? Не с работы? Я уже не работаю в этой компании. Причины называть не хочу. Не буду причин называть. Просто не работаю. Меня там нет в этой компании. Я хочу, 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 хочу. Что я хочу, вы узнаете чуть позже. Вот со временем. Потому что хочу много. Но я получил колоссальный опыт. И всем спасибо. Я обязательно, конечно, я завтра туда приеду. Заеду туда. Того, что люди, которых ты обучил, от тебя уходят. Бойся тех людей, которых ты не обучил. А бойся того, когда ты людей не обучил, и они у тебя остались. Как же правильно надо, как говорится. Есть такое выражение, честно, хорошее. Вот мы поняли, да? Не бойся тех, кого ты обучил. Абсолютно реально. Вот вам пример. Абсолютный банкрот. Стопроцентный банкрот. Знаете, в чем моя сила? В том, что я могу это признать. И могу в этом признаться. А не строить из себя суперчеловека, рассказывающего там, бля, все на мази, все круто. Вот, вот он вам пример. Человека, который лишился всего. Александра совершенно не его женщина. Танечка, вы моя, видимо, женщина. Я понял. Жень, как насчет обнулиться? Вы знаете, я скажу так. Жень, как насчет обнулиться? Обнуление происходит полностью. Обнуление же происходит и с семьей тоже связанное. То есть, невозможно обнулиться и остаться в семье, понимаете? То есть, оно происходит полноценно. Хотя можно, наверное, не знаю. Мне когда хреново помогают любимые. Пес, ну, ответьте, твоя сила в чувстве умера. Получается, Женя тебя подставит. Меня никто не подставлял, меня никто не обманул. Просто я в свое время в себя поверил. И в итоге обосрался. Никто в этом не виноват, кроме меня. Ты прав, Жень. Это логично, что ученики ходят, потом делают свои дела. Это нормально, все получится. Жень, нужна новая работа. Перемены пойдут на пользу. Держи, скоро все наладится. Классный был бы актер. Может, я играю роль мученика, понимаете? Может, я хочу, чтобы вы меня в сан святых вели, понимаете? Ладно, шучу, не играю, не играю. Скинуться по рублю, у тебя будет 1 миллион рублей. Спасибо огромное, косметолог. Ты скучаешь по семье? Ничего, банкрот, это еще не конец. Да, да, да. Ты сыну не платишь элементы? Вашему нет. И не буду, кстати, передать своему сыну, что я платить элементы ему не буду. Я отказываю, зафиксируйте. Я вашему сыну платить элементы не буду. Жень, когда на зарплате 13 тысяч живут трое человек, вот тут жопа, а ты ноешь, что у тебя все хреново. Анечка, вы, видимо, что-то путаете, я не ною. Где вы видите, что я ною или говорю, что все хреново? Да пусть радуется на старости лет. Ребят, смотрите, хочу сразу вам сказать. Вот вы пишите мне элементы, 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 элементы. Вы, давайте, смотрите, давайте разберемся. Давайте разберемся. Да, ребят, я это принял как просто поражение. Поверьте, я стал сильнее. Потому что взлетов не бывает без падений. Давайте разберемся. Вы спрашиваете за алименты, потому что... А, вы переживаете... Вот ответьте мне, кто пишет про алименты. Вы переживаете за то, что Митя не получает каких-то денег сумасшедших от меня? Или вы переживаете за то, что я не плачу деньги? Давайте вот поймем, давайте разберемся. Почему вы переживаете, плачу я алименты или нет? Мне нужно понять просто. Тимченко пишет. Жень, может номер карты своей прикрепишь? Ага. А, это мне надо, я понял. Но я понял, что она написала про алименты. Вы ответьте мне, вот вы мне пишите. Вы, да я понял, что она написала, я видел этот сторис. Вы ответьте, вы почему-то спрашиваете. Вы же спрашиваете с наездом на меня. Вот вы ответьте, потому что вы переживаете за Митю или переживаете за то, что я не плачу денег? Или что мой сын не получает этих денег? За что вы переживаете? Давайте в этом разберемся. Ты всегда был, есть будешь. Спасибо огромное. Поделись своей историей успеха. Рита не говорила передать. Ну, она написала о том, что давайте, передавайте. Как она не говорила? Там было написано в углу в сторис. И мне все равно, передавайте это. Типа мне. Что значит, не говорила. Айваска выпить мне? Да, ребята. И завтра будет во всех новостях, что вот Кузин изнасиловал шлагбаум. Заметьте, должен переживать ты о ней. Вот я про это и говорю, что я должен. Вы-то что переживаете? За Митю обидно. Обидно, за Митю обидно. Угу. Ну, понятно. Дай бог тебе жить вообще, как Митя живет. За Митю ей обидно. Да вы с чего взяли, что я не плачу? Еб вас за ногу. А ну что вы-то как эти, как ненормальные бабы, а? Я уже с вами и так шучу, и так шучу. И так вас подкалываю. И так. Нет, вы перли. Эх! Зачем меня цепляет? Как зачем? Статистику повысить. Все же очевидно. Потому что Митя живет, это заслуга Риты. Ну, блядь, а че это заслуга должна быть? Она его мама. Что вы ерунду пишете какую? И вот мне интересно, я вас читаю, я вот даже уже не злюсь. Я не злюсь, не злюсь, не злюсь, не злюсь. Я вот просто хочу понять. Банкротом стал, официально, официально стал. А вы на Омскому квартиру снимаете? Да, прямо над вами живем. Спасибо огромное. Спасибо, Алина 06. Ее подписчики интересуются. Раз, понеслась. Два, понеслось. Три, понеслось. Давайте, 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 давайте. Кошки драные. Женя, открой ЧС. А я блокирую, сижу. Я всех блокирую. Да все они здесь, все здесь. Заслуга мамы. То понятно. А вот заслуга папы. Тогда какая. Понеслась, понеслась. Давай, вас там уже много. Давайте. Курук, 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 чирик, чирик. Выезжать можно за границу? Банкротом хочу стать. Не, не, все нормально. Смотрите, кстати, заблокировал. Через 15 сейчас заблокировал. Да, сегодня, кстати, ну так было тепло. Но так погода, конечно, меняется. На улице узнают, конечно, а как не узнавать? Куча мамашек у нас с детьми. А дом 2 кто в основном смотрит? Мамашки с детьми дома сидят, делать нечего. Все, ребенка уложили, дом 2 включили. Серьезно, серьезно. По полочкам надо все расставить. В Беларуси сегодня инаугурация. Батька президентом стал. Привет из Марокко. Идите в СССР. СССР что такое СССР? После банкротства ты ничего не возьмешь. Никакую ипотеку, никакой кредит. В нашей стране ничего не возьмешь, мне кажется. Как с работой дела? Никак. Нормально все с работой. С будущей работой у меня все потрясающе. Почему ты сидишь в машине, когда домой? Да сейчас пойду сигарет купить. Посоветую хорошую книгу для прочтения. Не ссы прочитай, но так называется не ссы. Я тоже хочу мак. И приголубит. После этого всего будешь более уставшим. Оксанка, а где ты была? Видишь, все пропустила. Казахстан, привет. Я тоже так думаю, Востокская Вара. Восток с Вара 3. Я тоже так думаю. Как, что, как. Евгений, вы хотите стать ведущим Дома 2? Там без вас тухляк. Смотрите, противно стал. Не судите, не судиме будете. Займитесь лучше своей жизнью, барышня. Сил, привет. У вас все будет окей. Женька, долго в эфир будешь? Думаю, под тебя поесть или под Ольгу сериал. Я думаю, что все-таки, наверное, лучше под Ольгу. Вряд ли благодаря мне у вас там повысится чувство аппетита. Что, новая страница с той, что стало? Ту страницу я продал. Вот именно. Спасибо огромное. Вон, Вика Бонни рассказала, что после Айваска у нее жизнь наладилась. Ну, еще бы. Вике Бонни уже под 40, больше 40 лет. У нее, она должна из Айваски была наладиться уже. Как она у нее наладилась? Ни мужа, ни котенка. Ну, я не осуждаю, не осуждаю. Не осуждаю. Брать не унывай, все будет тип-ту. Хорошо, спасибо огромное, Кэт. Страницу за сколько продал? 7 миллионов рублей. Жень, ты был в Сочи? Фанаты вешаются. О, блин, а я тебя так все жду, думаю, что за хрень, кайф, что нашла тебя. Спасибо огромное. Да, я не знаю, почему вы меня потеряли. Я там, по-моему, в течение месяца говорил о том, что будет новая страница, на которой мы будем здесь сидеть, вещать. Дома скучно. Брать, Верон, Саша вообще, Саша в космосе, у него все нормально. А сколько подписчиков было? 700 с чем-то тысяч. Как ни мужа, ни котенка. У нее и муж был, и ребен... Был, 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 был. Я про ребенка не говорил. Вы что, животных детьми считаете, что ли? Я же говорю про котенка. И ключевое слово, что был, муж. Сейчас-то нет никого. Новку, 7 миллионов. Как ты миллионер еще банкротный? Ладно, вам угораю, на каких 7 миллионов? А вы как эти, знаете, вот вам что не пернешь, вы все... Внюхиваетесь. Ну, хватит вам, шучу. Я ки 7 миллионов. Таких цен нету. Блять, серьезно, 7 миллионов? Тихо. Блин, не вижу ничего. Тихо. Продолжение следует... Так, из тебя получится хороший специалист по недвижимости. Мамой, клянусь, все продам. Ты не против, что Саша держит ребенка за границей? Вы же тоже скучаете. Классно. Ой, Женька, умор. А что Саша без... Какие ощущения были, когда продал своих подписчиков? Ощущения потрясающие. Потрясающие. Еще бы раз так сделал бы. Спасибо, что веселишь. Да не за что, не за что. Саша с такими запросами тяжело тебе с ним. Ты больше не занимаешься домами. Занимаюсь домами. Занимаюсь, все наладится. Эта жизнь сегодня плохо. Я просто занимаюсь домами. Я понял одну очень важную, главную вещь в своей жизни. Я понял, что нужно работать только на себя. Без... Стараться работать 100% без родственников, без братьев, без друзей. Это 100%. И... Партнер он все равно нужен. Нужен какой-то человек, который является специалистом в какой-то области. Я вообще считаю, что любой бизнес нужно делегировать и желательно на двух людей. То есть, один человек отвечает, если говорить о строительстве, допустим, о звонках, о заказчиках, о переговорах, о договорах, о деньгах. Он за это отвечает. А второй отвечает конкретно уже за строительство, за технологии, за вот за все-все-все это. И тогда все будет хорошо. И тогда вы проживете очень долго и счастливо. И тогда не будете делить деньги. Особенно, если в самом начале вы подпишете юристами правильно заверенные какие-то договора и все. И каждый будет отвечать за что-то свое и не лезть к другому. Все. И тогда все будет супер. Без знакомых Рачиво. Сегодня на вас подписал... Спасибо огромное. Привет, Скарькова. Привет. Любая. Я Люба. Ну и супер. Что с этой Любой не могу понять. Докопались. Родственники срутся. Родственники не срутся. Родственники это самые главные враги вообще в бизнесе. Они не срутся. Родственники это те люди, которые никогда вам не заплатят. И всегда захотят украсть. Просто говорят, ну это же родственник, он поймет. Да ладно, что ты там злишь. Да ладно, что это. Родственники самые главные. Ребят, запомните на всю жизнь. Родственники это самые главные враги в вашей жизни. В бизнесе я имею в виду. В бизнесе. Женька, сколько стоит 500 тысяч подписчиков? Примерно от скольки? Я думаю, что 500 тысяч подписчиков можно продать. Сейчас я тебе расскажу. Не знаю, я думаю, что тысяч за 300 можно продать. Удачи тебе, Евгений Жила. Спасибо огромное. Все, другая тема. Здравствуй, здравствуй. И выслушиваю тебя, и совет к нам приезжай, и выслушаю. Ага, хорошо. Ты прав, прородственников, именно они кидаловы предатели. 100%. Жень, спасибо за ответ. Мужчины и правда не меняются от души. Мужчины не меняются. Это да. Мужчины не меняются. Еще раз хочу заметить и хочу повторить. И хочу, чтобы это вы впитали как губка. Мужчину делает женщина. Мужчины сильными не рождаются. Мужчины рождаются одинаковыми, беспомощными, маленькими, сопливыми, кричащими, плачущими, рыгающими, отрыгивающими. Понимаете? Мы все рождаемся одинаково. На этот свет появляемся. Сильными мы становимся благодаря женщинам. Это может быть мать. Это может быть жена. Но только благодаря женщинам. Только женщина может мужчине надеть крылья, благодаря которым он взлетит до таких высот, высот успеха в бизнесе, в творчестве, в любых делах, что он будет ее благодарить всю свою оставшуюся жизнь. Только женщина. Это правда. Я знаю, что это правда. Жень, съездик с Перидону и Брюсу в переулок в Матроне. Хорошо. Рогу Рахар Биджу. Биджуа. Гамарджу. Гогу. Ты девочка? Зе, Гогу. Жень, скажи, что пошли все против, если против вашего ребенка, все пошли. Если мужчина делает все равно, все то, что хочет, значит, вы не его муза. Женщина – это муза. Понимаете? Женщина, она должна направлять. Должна. И не надо мне говорить о том, что никто никому ничего не должен. Должна направлять. Просто бывают такие моменты, когда женщина направляет, верит, верит, а потом просто устает. Опускаются руки и говорит, я уже не в силах, я больше не могу. Хотя, может быть, вот столько не хватило дожать. Вот, и все. Мужчин нет. Жек, а как надо делать, чтобы вы, мужики, были мужиком, пиздю, или дать просто волю? Женя, а как надо делать, чтобы мужик был мужиком? Ну, я не знаю, нет, никакими, нет, конечно, никакими пиздюлями. Женя, я не хочу отвечать на твой вопрос. Я вижу его, читаю, не хочу отвечать. Нет, ребят, конечно, никакими палками, нет. Только разговорами, только вниманием, объятиями, поцелуями, верой, словами, что ты самый лучший, у тебя получится. То есть, и это действительно помогает. Потому что мужчина, он смотрит на женщину и понимает, что, блядь, я нет, я не хочу ее терять. Я сделаю все для того, чтобы у нас все было хорошо. Если вы спросите про меня, почему же я тогда, со мной что-то произошло. Потому что я запутался. Просто я запутался, я потерялся в своих делах, в своих проблемах. И тут еще с семьей не вижусь. И все это наложилось, знаете, как этот сэндвич. Мару, я не могу понять, ты что-то копалась с этим банкротством? Короче, нянька нужна мужикам, вторая мамка. Вторая мамка нужна, вторая мамка мужикам нужна. Всем мужикам нужна мужик. Почему мужики любят сиськи? Потому что с самого детства, с самого их молодства, рождения, единственное, к чему они тянутся, это грудь, мамина грудь, которой она его кормит. Потом он вырастает, ему уже нужна другая сиська. Уже не для того, чтобы наесться. Ну, просто это рефлекторно он тянется. Конечно, конечно, мужчинам нужны, я думаю, всегда нервные после расставания. Блядь, вот медиа, ты ебанутая, скажи мне, пожалуйста. Вот я, ты ебанутая, даже я не буду ждать от тебя ответа на мой вопрос. Блядь, вторая такая же пизда. В одну маршрутку садитесь. Под названием Чух-Чух, пора-пора. Хотите второго ребенка? Блядь, тут бы первого увидеть. Жень, миллионы бы сейчас решили, миллионы бы сейчас решили твои проблемы, или не в деньгах проблемы? Решили бы, решили бы, решили бы, решили бы 90% моих проблем, 90%. Это не со мной. Такие пироги. Ну, видите, она, блядь, в прострации эта девочка была. Саша, на тебя обиделось, что ты ссор из ССБ. Я вынес ссор, какой ссор я вынес из ССБ? Знаете, что такое ссор из ССБ? Это когда говоришь о недостатках человека, с которым ты живешь. А я говорю всегда лишь только о достоинствах. Если я говорю о каких-то недостатках, то только о своих. Поэтому о каком ссоре вы говорите из ССБ? Что за изба такая у нас? Жень, ну как тебя не взяли в кино, еще не пойму. Ты очень талантливый. Спасибо. Люба, собаки, алименты, тещу встречать. Да отстаньте вы уже от него. Что ж за херень-то какая-то? Я коктейль молочный пью. О! Терентьев Александр, 1974 года рождения. Ты что, у тебя нормально все в башке? Ты мне такие вещи пишешь, а? Ты больной, да, я так понимаю? Ты больной или ты кто? Тебе что вообще? Какая разница? Ты мужчина мужчине пишет такое сообщение. Терентьев, ну ты этот. Так что я вынес-то, я не могу понять. Да пусть она открывает, слушайте, и рот открывает, и ворота открывает. Я не знаю, что хочет, то пусть открывает. Я сегодня сказал. Жень, давай к хорошим. Давайте, давайте, давайте. Прикольно. Очень хорошо, очень. Спой и все. Нет, не время для песен. Хорошо, я к Матроне съезжу. Давай мы тебе поможем денег. Да не надо мне, вы хватит вам. Вы что, Ларченко, заканчивайте, остановите. Помогите себе, лучше матери цветы купите свои. Не надо мне, я деньги заработаю, поверьте мне. И то, что сейчас со мной происходит, это все временное. Я деньги умею зарабатывать, я их заработаю, и все наладится. Просто сейчас вот так, как происходит. Я аж подписалась на тебя. Жень, почему ты им позволяешь так лезть в твое личное? Почему не ты слишком добрый? Какой-то агрессивный. О, одна пишет добрый, вторая тут же пишет агрессивный. Вы две сестренки, вы рядышком сидите. На одном диване из Икеи, накрытым этим, знаете, таким. Велюр, не велюр, как этот материал называется, такой мягкий-мягкий. Раньше был очень модный, прям гладкий-гладкий, гладящий. Не велюр, не замш, не вельвета. Короче, говно какое-то. Помните, дешевые, на рынке продавали, там такие большие майки на них были. Ну, цветы имеют, там еще что-то. У меня был такой. Бомжара, ты гнидка, кто там пишет? А, это защищает меня. Ну, что тут происходит? Да ничего не происходит, все то же самое. Когда полетишь в семье. Жень, давай я тебя жду, тебе нужен воздух. Маркович, ты нормально у всех. Где ты ждешь меня? Я вот стою на дороге, уже жду, где ты стоишь? Плюшевый, плюшевый, да, плюшевый плед был. Помните, вот этот вот. Вот, короче, на нем эти две сестры сидят. Здравствуйте. Ага. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Женька, ты был в Крыму? А, не был, не был. Плюш, да, 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 плюш, плюш. Все, выяснили, плюш. Не пишите слово плюш. Зачем писать его плюш? Давайте, вот у нас будет слово стоп-плюш. Плюш. Просто проблема, усталость, вдали от семьи сложно одному без поддержки. Привет, я выиграл, ты выиграл. Молодец, молодец. Поздравь меня с днем рождения. Родители поздравят. Нет, выходи, почаще будем смеяться. Езжай на природу. А в Тагиле был? Агрессивный ты сегодня, Жень. О, Венера, ты это второй раз уже пишешь. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо огромное, спасибо большое. Тебе нельзя выезжать за границу. Почему? Женщины просто своенравные попадаются ему. Саша молодая еще, надеемся, мудрее будет. Все, аляш, мяляш, 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 мяляш. Ты что домой не идешь? Да дома, что дома? Дома, давят стены дома, давят. Ты не устал от глупых вопросов? Нет. Но вот ваш вопрос меня немножко так прибил к земле. В плане бодрости. Подустал. После работы устал, на тут угораю. Ага. Если не был, приезжай. Не заходи в эфир в таком состоянии, дебил. Что-то новенькое. Ладно. Забыли. Женя, ты очень хороший человек. Импульсин, спасибо. Женя, ты классный. Саша, это я как люблю тебя. Спасибо. Грокудин, иди нах... О, Фрося, спасибо огромное. Ничего не агрессивное. Все по факту говорить честно. Удачи, Женя. Спасибо огромное, Грузия. Спасибо большое вам. Спасибо, Ксюша. Короче, я понял, вы все вернулись. Я вижу, я вижу, вы все вернулись. Я, честно говоря, не ожидал. Мы здесь где-то, наверное, уже месяц с моими там бабоньками сидим, рассуждаем о жизни, о великом. И нас там 200-250 человек сидело. Я так понял, что за последнюю неделю... Кстати, да, за последнюю неделю подписалось там больше 10 тысяч человек. Короче, я так понял, что вы вернулись все. Вот. Здорово, здорово. Ну что, люди, не оскорбляйте его. Не нравится, не сидите тут. Сказала, как отрезала. Вот малыха. Игнать их нужно, Женя. Да что ж такое. А нельзя тут, знаете, на Ютьюбе, можно модераторов делать. Тех людей, которые чистят комментарии. В Лазаревской был, видели. Супер, Олечка, супер. Бля, сколько неадекватов. Привет из Ташкента, вы очень хорошо. Спасибо огромное. Женя, ты просто идешь и покупаешь билет в Турцию, и все хорошо, солнце вылечит. Малыха, тебе надо что-то подлечиться. Я же говорю много раз, что я не могу улететь в Турцию, не потому что я не хочу. Тысяча тваренок набежала. Кому же подписаться на человека, который вам не нравится? Как не? Ну вот так вот сидят и дрочат, понимаете? Пишут сообщения и дрочат в этот момент. Да иди ты нахер. А кто там? Ух ты, мужик здоровый там. Не-не, нормально все. Было хорошо, когда нас было 200. Я вас всех помню, не переживайте. Не застукали, мы просто спрятались. Я понял, понял, понял. Привет, ты был в Ханты-Мансийске? Был много раз. Слушай, мистер. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сидина, больше и большой, и длинный. Жень, лечи голову. Тебе уже Санька психодурломом сделала психопата. Почему не можешь улететь в Турцию? Руки прочь от Жени. А я чувствую, меня кто-то лапает. Ой, я не услышала, когда просто и ждешь ванну, набираешь, включаешь музыку, пьешь мартини, и все. Завтра все с чистого листа. Супер, у меня дома не мартини нет, не ванная. У меня душевая кабина, а алкоголь я сейчас... Фу, я думал, аккумулятор все, посмотрите. Дебил, сними корону. Ага, чтоб ты ее надел. Сейчас. Это моя. Видите, они пишут вот эти комментарии. У них на странице ни одного подписчика нет. Ни фотографии. Вот они их создают, чтобы гадость написать. Знаете, сколько таких переблоков уже? Да-да-да, малышка, я помню, что ты здесь. Так. Да нет, пусть живет. Тараски, братья. Все, девчонки, мальчишки, а также их родители. Спасибо огромное, что были со мной. Вы мне немного сегодня помогли, я хоть немножко выговорился. Все, всем удачи. Спасибо.